ДОНЕЦКИЙ ШАХТЁР ДОНЕЦКИЙ ШАХТЁР ДОНЕЦКИЙ ШАХТЁР ДОНЕЦКИЙ ШАХТЁР Денис, передам время. Честно говоря, конечно, история не терпится слагательного наклонения, мы все это прекрасно понимаем, и, наверное, трудно очень представить, что было бы, если бы, но все-таки пофантазировать иногда хочется. Лично я считаю, что крымские события, безусловно, внесли огромный вклад в то, как развернулись события на Донбассе, и очень многие, наверное, и на Донбассе, и в Крыму понимают, что отчасти Донбасс отдувается за Крым, и, наверное, можно предположить, что, с моей точки зрения, чрезмерно жесткая реакция властей на события на Донбассе, она связана с полным провалом, бездействием в Крыму и попыткой такой своеобразной реабилитации. Я человек, который склонен анализировать и накапливать какие-то определенные материалы, и я сейчас, в преддверии второй годовщины всех этих событий, я начал просматривать, что говорили эксперты, аналитики, лидеры мнений в апреле 2014 года. И мне врезалось в память одно из заявлений одного из людей, которые часто мелькают на общенациональных телеканалах из экспертного сообщества, который сказал, что Донбасс понимает только язык силы. Мне хочется спросить спустя два года. Помогло? Стала лучше ситуация? Я могу только догадываться, о ком вы говорите, поэтому делайте лучше. Я не буду говорить о том, кто это произнес. Я просто считаю, что, конечно, события в Крыму спутали карты абсолютно всем. То есть, наверное, события в Крыму были и катализатором, и предшественником того, что произошло на Донбассе. Да, наверное, очень большое количество людей на Донбассе сказали себе, а давайте сделаем как в Крыму, и это было лейтмотивом. Наверное, да. Хорошо, спасибо, Андрей. Денис, вам тот же самый вопрос. Вот если бы была бы другая реакция украинских властей на события в Крыму, может быть вообще бы не было этих событий в Донецке и Луганске? Ну, действительно, события в Крыму очень сильно повлияли на события в Донецке и Луганске. Я отлично помню, что люди, которые выходили тогда на улицы, и их лидеры, они все выходили под лозунгами «никакой не ДНР», никто вообще не знал, что это, и никаких флагов тогда даже не существовало. ДНР, тем более ЛНР. А были флаги России, и все ждали, что сейчас зайдет российская армия, и уже говорили, что вот-вот она движется. И ждали, что она точно так же по такому же сценарию заберет Донбасс и оккупирует Донецк и Луганск. Этого не произошло. То есть, конечно, да, то есть, по сути, произошла такая некая провокация, то есть, Россия отторгла Крым, и в Донбассе поверили, что они тоже нужны, им дали понять, им намекали, российские чиновники об этом говорили. Провокаторы, нанятые Россией, как бы говорили об этом в открытую, что вот давайте проведем референдум, и будет тут так же точно, как в Крыму. Но по факту этого не произошло, Россия просто подставила Донбасс под снаряды. А почему так, кстати, не произошло? Почему не зашли российские войска? Потому что не было такого плана с самого начала. Я думаю, что России не нужен был Донбасс изначально, в отличие от Крыма, который имеет стратегическое положение и значение. Донбасс, депрессивный регион, в принципе, с деградирующим советским промышленным комплексом, он не нужен России. Но Крым тоже не процветающий регион. Нет, не совсем. Но Крым это военная база, прежде всего. И он интересен как военная база, как возможность господствовать в Черном море. А Донбасс, он с точки зрения военной или географической, он ничего не решает, он не нужен. Поэтому, в принципе, я думаю, что изначально план был таков, чтобы создать некую автономию в пику Украины и сделать альтернативный центр влияния, который будет тормозить любую интеграцию в Европу. То есть какое-то развитие, какую-то, скажем так, попытку отделиться от России. Что касается неадекватно жесткой реакции украинских властей на Донбасс, то я могу сказать, что она была неадекватно мягкой, наоборот, потому что изначально никто, ну, то есть это антитеррористическая операция, она фактически не шла. То есть ее, наоборот, старались проводить очень осторожно. И в итоге произошло то, что произошло. То есть фактически, пока войска стояли, ожидали, там, с моря погоды, пытались заблокировать Славянск, то... То есть никто не штурмовал Славянск? Ну, не знаю, или штурм... Нет, никто не штурмовал Донецкую облугу с администрацию, пока это можно было сделать... Имеется в виду из украинских силовиков, да? Да, то есть пока это можно было сделать, ну, либо вообще бескровно, как это произошло в Харькове, либо, ну, там, буквально с относительно маленькими жертвами. Никто не штурмовал СБУ в Луганске, никто не штурмовал Луганску, ОГА. То есть на той стадии, когда можно было разрешить этот конфликт, украинская власть, наоборот, договаривалась, вела себя мягко, то есть считала, что вот сейчас мы можем там без насилия все порешать. Ну, может быть, просто не было опыта, да? Вот действительно, может быть, они действительно так думали, что можно решить все. Не было опыта, был страх. Был страх, что Россия вторгнется. Вспомните, тогда это был самый главный страх, то есть стояли войска на границе и все ждали повторения крымского сценария. Кроме того, ну, а потом, собственно, когда вошел уже Стрелков, мы же знаем, да, как его выражение, спусковой крючок войны нажал я, то есть он начал уже боевые действия, непосредственно зашел с целью террора. Это 13 апреля, да? 12 апреля, если быть точным, да. То есть он зашел, после этого жестоко были казнены граждане Украины, один из них был депутат Горловского горсовета Владимир Рыбак. Ему вспороли живот, выбросили труп в речку, потом его нашли довольно быстро, то есть была показательно очень жестокая карательная акция. После чего и, собственно, и возникли вот эти, ну, уже развязалась настоящая война, то есть как в насилие, в ответ на насилие, дальше уже закрутился, к сожалению, этот маховик. То есть на той стадии, когда это можно было погасить, этого никто не сделал, то есть, к сожалению. Да, я не говорю, что здесь был злой умысел, просто это, ну, не хватило опыта и решимости. Лятно. Энрике, к вам вопрос. Вот те люди, которые сейчас живут на неконтролируемой Украиной территории, да, они считают себя обманутыми? Ну, какая-то часть, конечно, считает себя обманутыми. А кто их обманул? Безусловно. Безусловно, какая-то часть людей, которая искренне поверила в то, что будет повторение крымского сценария, наверное, эти люди считают себя сейчас обманутыми. А как много таких людей? Когда мы говорим о людях, которые живут на неподконтрольной территории, мы должны никогда не забывать того факта, сколько их там живет, и что эти люди не могут все думать одинаково. На данный момент, если верить статистике ООН, на территориях неподконтрольных правительств в двух областях, то есть в ДНР и в ЛНР, живет более 3,5 миллионов человек, по некоторым оценкам до 4,2 миллионов. Естественно, такая масса людей, она не может вся думать одинаково. И когда Денис, например, говорит о том, что там все ждали того, что Россия придет, конечно, не все ждали. Конечно, фрагментация мнений тогда, весной 2014 года, даже среди тех, кто... То есть у людей, которые вышли на акции протеста изначально, было довольно маленькое понимание перспективы того, как все это будет проходить. Но, тем не менее, вышли на акции протеста. Я считаю, что многие из этих людей сделали ошибку, что позволили повести себя на акции протеста под российскими флагами. Действительно была большая ошибка, потому что далеко не все из протестующих хотели или стремились к вхождению в Россию. Я, опять же, никогда не устану напоминать о том, что в те времена в Донецке еще можно было провести какой-то достоверности соцопрос, и тогда вхождение Донбасса в Россию поддерживали менее 27% опрошенных. Это о каком периоде вы идете? Это я сейчас говорю про апрель, про март и апрель 2014 года, что 67% опрошенных считали, что Донбасс должен быть в составе Украины. То есть это вопрос в том, что эти люди, возможно, по-другому воспринимали Украину. И, конечно, многие были напуганы или не принимали события на Майдане, и это тоже нужно понимать. Касательно Гиркина, опять же, нельзя ни в коем случае ставить знак равенства между участием Гиркина, участием России и участием какого-то сопротивления контрреволюционного, как я его называю для себя, на Донбассе. Сколько действительно Гиркин нажал вот этот спусковой крючок, и его цель была втянуть и регион в войну, и Россию. Я абсолютно искренне считаю Гиркина военным преступником, у меня нет никаких сомнений по этому поводу. Он один из людей, который стал тем фактором, который привели к этой кровавой бане. Вот реакция властей на Гиркина, она, к сожалению, была, наверное, действительно, как правильно сказал Денис, слишком мягкая. Но она была слишком жесткая по отношению к другим жителям Донбасса. Вот сейчас уже, смотрите, уже нет Гиркина, да, там давно его причем нет. Извините, Александр, я хочу прокомментировать предыдущую реплику Дениса по поводу того, что Москве не нужен Донбасс, поскольку это депрессивный регион. Я не знаю, читает ли Денис экономическую аналитику, но я ее читаю очень внимательно, и Донбасс никогда не был депрессивным регионом. Если депрессивный регион отвечает за 19% валового продукта, я говорю только про Донецкую область, без Луганской, то мне интересно, какие же другие регионы в Украине. Кто не депрессивный? 19% валового внутреннего продукта, 17% экспорта, 34% валютной выручки за 2013 год. У меня язык не поворачивается назвать это депрессивным регионом. Денис, ну вам слово теперь. Да я сижу по уровню жизни, я, в принципе, побывал везде. Там самая высокая зарплата в 2013 году во всей стране. Все, уже нет 2013 года. Мы же говорим о ретроспективе, правильно? Мы же говорим о событиях, которые предшествовали, а не о сегодняшнем. С того, что ни одна официальная статистика не отражает реального положения вещей. Да, возможно, если мы так посмотрим, то в Хмельницком, например, одна из самых низких официальных зарплат в Украине, вот сейчас, если открыть статистику, одна из самых высоких даже до сих пор, это города Донецкой области и Луганск. Но, если вы приедете в Хмельницкий, вы увидите, что там весь город застраивается, там огромное количество строится торговых центров, там строятся жилые кварталы, целые кварталы, действительно. То есть, я вот как раз готовлю на этот счет репортаж, будут фотографии, все. Ну, кто из Хмельницкого или кто бывал, мне дадут соврать. Я, например, в той же Макеевке, которая на 100 тысяч больше Хмельницкого, да, то есть, гораздо больше город, и, насколько я помню, за все 2000-е годы ввели в эксплуатацию одну новостройку. То есть, можно, в принципе, считать как-либо большими процентами, да, там, экспорта, там, ВВП, а можно считать просто по домам, там, по скверам и по всему самому, да? Нет, я не сомневаюсь, что у Рината Леонидовича была классная прибыль на его комбинатах, это абсолютная правда. Коллеги, да. Я понял, давайте так, просто у нас еще есть несколько тем, давайте пойдем дальше. Значит, было много, вот я по поводу Гиркина, да, то есть, Гиркина нет, но, тем не менее, российский след остается. Для многих европейских наших коллег, там, журналистов, политиков, это было неочевидно до недавнего времени. А в конце марта этого уже года 2016-го немецкое издание Бит опубликовало эксклюзивный материал, где журналисты доказывают, что оккупированными районами Донбасса управляет непосредственно Москва. Давайте посмотрим видео. Это обличчяя людей, которые керуют Донбассом. Віце-премьер Росії Дмитро Козак та заступники министров экономики и финансов. Загалом до работы так званого ціньового уряду Донбассу, створенного в Москве два роки тому, залучено п'ять російських министерств. И жодного сепаратиста з Донецка чи Луганська, зазначає газета Більд. Бойовики лише ставлять довідомо щодо рішень, які ухвалюються на найвищому рівні в Москве. Единий українець, який був присутній, це співробітник енергетичного концерну ДТЕК, що належить олігарху Ахметову. Цей співробітник брав активну участь в одній з робочих груп і виконував дорадчу функцію. Автор розслідування Більд переконаний, цим викриттям остаточно покладено край ілюзії під назвою «мінські домовленості». Росія вже давно визначилася з власними планами щодо Донбасу. І вибори на окуповані території в ці плани не входять. Вимога Заходу, передусім до України, втілити мінські домовленості, зведена до абсурду. Коли ми бачимо, що не технічні чиновники, а справжні російські політики керують Донбасом, вибори на Донбасі не мають сенсу. Водночас про приєднання окупованих територій до Росії не йдеться. Москва і так повністю керує регіоном, витрачаючи на нього один мільярд рублів щороку, кажуть в Більд. Приєднання зруйнованого Донбасу коштуватиме дорожче. Тим більше головну мету Кремль досягнув. Східна Україна довгостроково дестабілізована. Щоб втілення мінських домовленостей мало успіх, потрібно політичними методами, можливо, через санкції, так натиснути на Росію, щоб вона відмовилась від власних планів щодо Донбасу. Журналістське розслідування на політичному рівні ще не є доказом провалу мінських домовленостей. Утім, автор матеріалу запевняє, документи про управління Донбасом з Кремля перевіряли не лише журналісти, але й спецслужби двох країн, яких саме Більд не розголошує. Олександр Янковський, і в нашій студії Денис Казанский, Індрі Кименендес, Донечаня, колеги. Ну, смотри, є розслідування, можна доверять йому, чи ні? Ви лично доверяєте результатам цього? Ну, в-первых, я з многих источників знаю без всякого бильда о том, як происходять ці процеси. В цьому розслідуванні є багато вещей, які, в принципі, були доволі давно известні. Якщо говорити о том, що в российській пресі на РБК і на Слон.ру, ще в марте 2015 року появилось розслідування о том, скільки конкретно денег тратиться із Росії на ДНР і ЛНР. І це отнюдь не 1 мільярд рбіль в год, як було сказано в сюжеті. Це 6 мільярд рбіль в місяць. Місяць. 6 мільярд рбіль в місяць. 2 мільярд рбіль в год. 2 мільярд рбіль в год. Смотрите, це на самом деле, там делається главний вивод о том, що Росія не заинтересована, ні в коєм разі не пойдет на вибори Донецьку. Це притянути за уши абсолютно вивод. Потому, що з того, що сделано розслідування, то, що Росія управляє цим регіоном напрямую, не следує з того, що Росія планирує з ним робити далі. Я считаю, що у Росії вообще не було і немає ніякої стратегії, що робити з цим далі. Вони не знають. Вони думають по обстоятельствам. Якщо ми считаємо, що Донецьк... Тактическі, да, такі решення? Якщо ми считаємо, що Донецьк нужен России для того, щоб давити на Україну, що давити на Україну можна тільки в Києві, в Донецькій давити на Україну невозможно. Можна давити на Восток України, чуть-чуть. Тому що, якщо ми дивимося на соцзапроси, то чим далі від Донецька, тим менше интересують события на Донбасі украінців, тим менше вони влияють на інвестиційний клімат, на прочі, прочі, прочі вещи. Вопрос заключається в тому, що 4 мільйона людей, які живуть на неподконтрольних територіях, не можуть жити в вакуумі. Тому, що треба бути наивним дурачком, щоб думати о тому, що там ніхто ничем не вправляє. І ніяке розслідовування БИЛД не може відповідати на питання, скільки в процентному соотношенній рішень приймається в Москві, а скільки приймається на містах. Я, наприклад, считаю, що містна власть в ДНР-ЛНР за год сильно інституційнійовувалась. Нравиться це комусь чи ні, там построені інституты управління, вони управляються містними. Окей, інституты можуть бути, або деньги. Решення, безусловно, давайте разделим це на нескільки составляющих. Є інституты управління, які состоять із містних, управляються містними, управляються на містах. Є глобальні рішення, наприклад, рішення о війні і мірі. Понятно, що рішення о війні і мірі приймаються не в Донецці, вони приймаються в Москві. І деньги. Да, 80% содержання республік – це пряма дотация із російського бюджету, поскольку вся крупна промышлість регіона, навіть на неподконтрольних територіях, продовжують працювати по українському законодательству, продовжують платити налоги в Україну, а не в ДНР. Так, смотрите тогда, если Москва не заинтересована, точнее, заинтересована в тому, чтобы придерживаться минських соглашений проводить там выборы, она просто-напросто перекрывает крайних деньгами. А как она это может сделать? Оставить 4 млн людей умереть или как? Почему? Я не понимаю, как одно несовместимо с другим. Сейчас ни в Киеве, ни в Москве, ни в Берлине, ни в Вашингтоне не видят хорошего варианта. Никто не знает, как решить проблему. Понятно, есть такая. Люди должны как-то существовать. Там не должно быть хаоса. Это не Абхазия, в которой 300 тысяч людей. И не Приднестровье, в котором 300 тысяч людей. В одной горловке живет 300 тысяч. Там 4 млн. Нужно обеспечить порядок. Для этого нужны финансовые вливания. Если Украина отказалась от этого региона, кто-то должен взять на себя ответственность. Я понимаю, но я не совсем понимаю. Вы говорили, приводили цифры, достаточно внушительные. Там 20-30% экспорта составляло то, что производилось там. И если это до сих пор есть, то почему тогда этого всего нет у местных людей? Почему тогда на 80% их должна финансировать Москва? Где деньги? Правильно, деньги идут в украинские бюджеты, не возвращаются туда. Предприятия, которые работают на экспорт, они могут работать только в украинском законодательном поле. Губернатор Кехтенко прошлый говорил, что 80% крупных и средних предприятий, которые находятся на неподконтрольных правительствах территориях, продолжают платить налоги в Украину. Так значит, зарплату они должны получать? И зарплату они платят. Они из Москвы должны получать? Почему они должны получать из Москвы, если это украинские предприятия? Вы сказали, что на 80% эта структура финансируется государственной. Мы говорим о пенсионерах, о бюджетниках, о учителях, о работниках так называемых государственных структур. Они там работают. Понятно. Денис, к вам вопрос. Вы как считаете, эти выборы, в этом сюжете был такой вывод, что Москва приняла решение не проводить выборы. Можно сделать такой вывод или нет? Во-первых, хочу сказать, что действительно это расследование не произвело сенсации, потому что в Украине об этом говорили давно. И я в том числе говорил такое на эфирах. Денис, понятно. Но это внутри Украины. А это для немецкого аудитории? Да, для немцев, конечно, это действительно шаг вперед. Наконец-то они там стали больше понимать того, что происходит. Да, безусловно, я считаю, что... Ну как, вообще, давайте не говорить о выборах. Что такое выборы? Выборы – это когда люди приходят, голосуют, кого-то выбирают. Мы прекрасно понимаем, что там выборы невозможны, потому что туда не пустят никакие украинские партии. Там будут выборы между Захарченко и Пушилиным. Ну, в лучшем случае, то вряд ли это будут честные выборы. То есть там, по сути, как это уже было, назначат. Там Захарченко и Плотницкого или каких-то других людей, которые будут больше устраивать. После этого там сымитируют выборы, некий процесс. То есть люди придут, побросают бюллетень, нарисуют явку 90%, поддержку тоже кому надо 90%. То есть такие выборы может ли организовать Москва? Да легко. А почему тогда не организовывает эти выборы? А зачем? Ну, а смысл? Ну, вот формально, что мы выполняем Минские соглашения, для того, чтобы оставаться в этом процессе. Ну, они могут это сделать и сделают вопрос. Ну, Украина-то все равно их не признает. И Минские, ну, вот эти люди, все, которые участвуют, вся группа переговорная, она ведь не признает выборы, если они будут, ну, без допуска прессы, без допуска украинских партий. Ведь идут переговоры по этому сценарию, да? То есть Украина ставит какие условия? Что давайте наши будут голосовать, давайте будут переселенцы, те, которые выехали, иметь возможность проголосовать. А там с этим не согласны. То есть выборы, реальные выборы, конечно, никто там не будет никогда проводить. А то, что они хотят провести процесс, который имитирует выборы тогда, давайте спросим, при чем здесь Украина? Зачем нам, ну, зачем мне в этом участвовать, там, как-то это признавать? Пусть они что хотят. Что войны не было для начала. Так война все равно. Коллеги, скажите, а вы, как вы думаете, окей, вот Энвики сказал, что Москва не знает, что делать с Донбассом. Ну, это ощущение, я же не могу об этом говорить. Не-не, ну, вот ваше мнение такое. Денис, а как вы думаете, а Киев знает, что делать вот с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области? Я думаю, что тоже не знает, потому что, ну, как бы он-то знает, но он не может. Другое дело, что ресурсов-то нет. Может быть, хотелось бы быструю победоносную войну, но нет такой возможности. Поэтому... А вот эта идея по поводу полицейской миссии ОБСЕ, которая бы заняла там границу... Так ее уже отвергли. В этих самых, в так называемых ДНР и ЛНР отвергли. Ну, там же Пушилин выступил, сказал, что это мы, ну, там практически открытым текстом, что мы будем иначе воевать. То есть, тут все, что происходит, это шантаж. Можно я тебя дополню вот в этом вопросе, потому что это не совсем так произошло. Есть хотим, мы не хотим, нравится, не нравится, уже есть подписанный договор в Минске. Есть дорожная карта. В этой дорожной карте присутствует полицейская миссия или не присутствует? Ее там нет. Я не хочу ни в коем случае защищать сейчас Пушилина. Но ты им это делаешь, ты его защищаешь. У меня нет никаких резонов, но я хочу, чтобы цитата была точной. А цитата была такая, что полицейская миссия ОБСЕ международная в Минске в договоре нет. Этого действительно нет. Нету в Минске. Это неполная цитата. Нравится или не нравится, нравится или не нравится. Так он сказал, что иначе будет война. Он прямым текстом об этом говорит. Да, но любой срыв Минска может привести к войне. Потому что, опять же, нравится нам или нет, но Минские соглашения – это единственное, что у нас есть за два года, что пытается принести какой-то мирный политический процесс. Россия и Украина себя взаимно друг друга обвиняют, что срывает только одна сторона. Страдают простые люди. Но альтернативного решения, вот ты говоришь, быстрая победоносная война, его не будет. То есть я правильно понимаю, коллеги, что вот этих выборов может теперь не быть сколько угодно много лет, и будет сохраняться такой статус-кво. Ни Россия не будет их заинтересована в их проведении, ни Украина не сможет их де-факто провести. Я скажу инсайдерскую, может быть, информацию. Я месяц назад выступал в Министерстве иностранных дел Германии в Берлине. И не нужно думать, что немцы наивные дурачки, они не понимают, что там происходит. Без всякого расследования Бильд они прекрасно знают степень вовлеченности России во все процессы и ведут прямой диалог. Это безусловно так. Вариант выборов серьезно обсуждается везде. И на Банковой в Киеве, и в Берлине, и в Москве. Вопрос в том, что никто не знает формулу, по которой это провести. Идут торги о деталях. Они кулуарные, от нас закрыты. У меня есть большой страх, что однажды перед фактом нас всех поставят, и что мы договорились вот об этом. У нас есть такой междусобойчик. И общество это не примет, потому что украинское общество вряд ли проглотит все что угодно, правильно? И это может привести к эскалации конфликта. Но разговор о выборах идет. То есть это с повестки дня не снимается. Разговор о выборах может вестись, я не знаю, много лет в принципе теперь. Или нет? Будет вестись как бы просто. До конца этого года у нас будут замороженные конфликты. Да, абсолютно говорят разные вещи, потому что действительно то, что диалог идет, ну да, он идет, никто этого не отрицает. Но там условно говоря какой-нибудь бессмертный и другие люди, которые тоже каким-то образом участвуют в процессе, они говорят, что это нерешаемые вопросы, что это все зашло в тупик, и скорее всего никуда не продвинется, потому что нет решения на самом-то деле. То есть возможно, что это будет теперь уже не Минские соглашения, а какой-то новый формат переговоров? Нет, ну Минские соглашения, вы знаете, что они и в Карабахе тоже подписаны были когда-то, и уже 20 лет. В 94-м году, да? Да, в рамках Минских соглашений, вот как раз когда вот это последнее обострение было, они тоже встречались, Минская переговорная группа, так что там уже 20 чем-то лет это было. Окей. Кстати, я могу рассказать вот насчет Карабаха, это тоже интересная вещь. Не будем про Карабах, давайте про Донецк и про Луганск. Знаете, почему? Очень важно. Для нас вот что. Значит, новое правительство в Украине, теперь сформировано уже. Там теперь есть даже целый министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Черныш Вадим Олегович. Значит, не про Черныша Вадима Олеговича. Во-первых, вот по поводу Крыма я знаю, да, еще был в 2014 году принят закон о том, в котором, закон Верховной Рады Украины, которому определено, что Крым это временно оккупированная территория. Донецкая и Луганская области, вот эти части, которые не подконтрольны Украине, у них есть такой статус? Сейчас уже есть. Есть. А с какого момента? С 15-го, Денис, может ты помнишь, в 15-м году в каком-то месте было принято это решение? Они принимали, Рада принимала решение, но я не знаю, насколько это, не носило ли оно декларативный характер. Ну, разговоры об этом точно были, что такой статус официального этих территорий есть. Я не знаю, на самом деле их сейчас официальный статус, он до сих пор неопределенный, потому что ведь, если мы принимаем изменения в Конституцию, там пытались, по крайней мере, принять, или какой-то спецзакон по ним, то какие могут быть выборы на оккупированной территории? Вряд ли, я думаю, что там есть конкретное, четкое положение о том, что это оккупированная территория, и четко расписано, как с ней быть и так далее. Потому что я знаю, что на Донбассе порядок совершенно иной, чем с Крымом, да, взаимоотношения украины. Безусловно. Поэтому у меня такой вопрос, да, если у Донецка нет такого статуса, да, то понятно, что тогда это получается, что этот министр будет заниматься Крымом, да, но и внутренними перемещенными лицами, это тем, кто уехал там из Донецка, из Луганской области, потому что статус есть. Ну окей, значит, и теперь еще есть, у нас еще появился вице-премьер-министр Украины, именно по вопросам АТО, это Кистен Владимир Евсеевич, и ваши вообще отношения, вот практически сразу два на высшем уровне теперь, в Украине получается два человека, которые будут заниматься Донецкой и Луганской области, да, потому что это зона проведения АТО. Есть страх, что это просто увеличит бюрократию, но не увеличит количество результата на выход. То есть, конечно, есть ожидание, что власть наконец-то начнет, наконец-то доходит до того, что есть понимание, что эта проблема выходит за общие рамки, и действительно должен быть отдельный орган, который будет ей заниматься, помимо парламентских комитетов. Это как бы позитивный момент. Негативный момент, непонятно, какие у этих людей будут полномочия. Например, если посмотреть предварительную программу правительства, то там о Донбассе, по большому счету, ничего нет. Но ничего нет там о Донбассе. То есть, есть премьер, есть отдельный министр, а в программе правительства нет ничего. Как бы это немножко напрягает, потому что за два года, вот сейчас наша группа, ответственные граждане, начала работать на подконтрольных правительствах в территориях в серой зоне. И можно с полной ответственностью сказать, что ситуация по обе стороны линии разграничения в буферной зоне одинаково тяжелая. Там квази-государство, здесь настоящее государство. Вы имеете в виду экономическая ситуация. Ситуация с решением проблем людей, которые там живут. Ну вот, например, у нас было агентство по восстановлению Донбасса. А МОСССР до сих пор не отстроен. Семеновка разбомблена. Вадим Черныш, он был председателем этого агентства по вопросам восстановления Донбасса. Вот, может быть, вы мне напомните, я просто не знаю, чем занималось это агентство в деталях, вот какие-то, может быть, там масштабные стройки. Я не видел ни одной. Проезжая много раз и в Славянске, и в других местах боевых действий, я не видел ничего. Но может быть, например, что у этого агентства не было финансирования. Но может такое быть, я, например, не знаю. Но теоретически может быть. Денис, вы как относитесь к этой идее? Я отрицательно отношусь, потому что действительно тут я соглашусь. Я тоже не видел, я знаю, что были восстановлены отдельные объекты, там отдельные взорванные мосты, но за два года работы действительно в том же Славянске остаются разрушены многие здания. То есть агентство по восстановлению, это был абсолютно какой-то такой фейковый орган. И я не понимаю, то есть если бы мы увидели реально какие-то достижения, какой-то прорыв, я понимаю, за какие заслуги мы могли бы назначать его начальника на министерскую должность. Я не знаю, что такого сделал господин Черныш, чтобы мы сегодня могли ему доверить целое министерство. Что касается Кистюна, тут вообще без комментариев. Я не понимаю, какое отношение друг Гройсмана из Винницы вообще имеет к Донецкой области. Я считаю, что если уж говорить о том, что мы будем заниматься этими вопросами более плотно, я считаю, что это должен делать человек, который больше с этим знаком, который сам имеет какое-то хотя бы отношение к этому региону. Поэтому я отношусь скептически. Я думаю, это очередной распил средств и создание фейковых должностей вроде Минститца, который тоже абсолютно ничем не занимался. Ну окей, увидим. Да, в принципе, как бы сейчас ничего невозможно скрыть. Энрике Минендес и Денис Казанский, доничане были гостями нашей студии. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова